Десятилетний юбилей – отличный повод оглянуться назад и посмотреть на эволюцию айфонов. Вспомнить, чем была уникальна та или иная модель и как она повлияла на развитие смартфона в целом. Можно любить или не любить Apple, но глупо спорить с тем, что не будь айфона, смартфоны были бы сейчас совсем другими. Как же давно это было. Первый айфон, он же айфон 2G – начало стремительного переворота в мобильной индустрии. Многочисленные критики со стороны ведущих и не очень мобильных аналитиков и прогнозов, что это никогда не станет популярным и вообще не смартфон, ведь приложение устанавливать нельзя. При этом реально что-то новое и крутое – мультитач, жесты, слайд-ту-анлок и интерфейс, который хочется лизнуть. Что-то из этого сейчас везде и повсюду, а началось все благодаря первому айфон. Очень советую посмотреть первую презентацию – это как фильм и возможность прикоснуться к истории. Кто не видел, тому будет очень интересно. А кто видел, тот с удовольствием посмотрит еще раз. Я не раз пересматривала презентацию и каждый раз поражаюсь, насколько прорывным был телефон для своего времени. Показали айфон 3G, который принес 3G, логично, и получил слегка обновленный дизайн, пластиковый корпус, но в основном аппаратная часть осталась от 2G, здесь исправляли недостатки первого поколения. Главная фича – открытие App Store, который перевернул навсегда способ продажи приложений и помог вырасти множеству классных разработчиков. Встречаем первую S-модель – iPhone 3GS. S means speed. Телефон получил мощный прирост в производительности, сайты и приложения стали грузиться в 2-3 раза быстрее, экран стал насыщенней и впервые обзавелся олеофобным покрытием. Улучшилась камера, появилась возможность видеосъемки и цифровой компас. Первые два айфона в качестве съемки камерой были в роли догоняющих. Благодаря неплохой аппаратной платформе iPhone 3GS поддерживался до последней версии iOS в дизайне с кевоморфизма, а именно до iOS 6.1. Впервые Apple не удалось сохранить интригу – та самая знаменитая история с забытым в баре прототипом. Один из самых красивых iPhone в истории, хотя утечки обсуждали с большим скептицизмом. Впервые в iPhone появился процессор Apple A4 собственной разработки. Кроме того, впервые в истории смартфонов появился гироскопический датчик. Это первый смартфон с ретинодисплеем с высокой плотностью пикселей на дюйм, когда глаз не видит отдельные точки. И с шикарной IPS-матрицей. Даже спустя семь лет этот экран по цветопередаче лучше многих бюджетников. Да и не только. Впервые в iPhone вставили фронтальную камеру и показали FaceTime – видеозвонки. В общем, много раз было слово «впервые» – реально очень прорывной смартфон. Как раз в это время начали появляться более-менее нормальные конкуренты на Android. Привет, Galaxy S. Тот момент, когда порядковый номер iPhone совпал с моделью. Кстати, здесь же был и знаменитый антеннагейт. Антеннами в данной модели выступали рамки корпуса. И была проблема с качеством приема из-за охвата антенн ладонью. Тим Кук на сцене с iPhone 4s – FOSTIP. Технических скачков данной эски немного. Стандартный апгрейд железа, включая процессор Apple A5, который включает два ядра и почти в два раза быстрее предшественника. Обновилась камера, появилась видеосъемка в 1080p. Наверное, можно сказать, что Apple намекнула остальным, тем, что все-таки нужно делать упор на качестве съемки, а не на количестве мегапикселей. Можно сказать, что с выходом этой модели гонка за мегапикселями ради мегапикселей наконец-то закончилась. В это время зародилась мобильная фотография, благодаря хорошей камере в четверке. И, конечно же, Инстаграму, когда он еще был теплым, ламповым и доступным только для владельцев айфонов. И, наконец, голосовая помощница Siri, которая до сих пор нередко тупит. Пофиксили нашумевший антенна-гейт. Благодаря iCloud и iOS 5 теперь можно активировать iPhone без iTunes. Появление на свет iPhone 5. Наконец-то 4 дюйма в новом корпусе из алюминия. Дизайн, который до сих пор не устарел. Пока 3,5 дюйма – привет новый форм-фактор из сотни мемасов. Что получили из инноваций? Например, Apple Maps. Шутка. Хороший разъем Lightning, реально удобный и симметричный. Новые наушники EarPods, предки будущих AirPods, апгрейд железа и 1 ГБ ОЗУ. Да, еще экран без воздушной прослойки и по мелочи улучшенная фронталка и модуль LTE. Честно говоря, серьезных инноваций в данном поколении нет. Это новый дизайн плюс небольшие улучшения. Эдакий разогрев перед более интересным 5S. Я верю, что к дизайну пятерки, соответственно, 5S и SE еще Стив Джобс приложил руку. Легендарный 5S – самая успешная S-ка среди всех, по моему скромному мнению. Почему? Во-первых, много ли вы знаете смартфонов, которые продаются и обновляются спустя четыре года после презентации? То-то же. Конечно, Touch ID – штуковина, которая изменила мир. Немножко. Не первая же, возразят мне. Да, не первая, но Apple первая, кто сделал это по-человечески и максимально удобно. Мощный прирост по камере Slow-Move 720p и 120 fps – впервые с достойным качеством. 64-битный процессор A7 и сопроцессор M7 – процессор, который и сейчас тащит, хоть и тяжко ему, но сколько времени прошло. Также не забываем про золотой цвет, после которого все начали его делать – S-means Security. Ах да, вместе с S, как доллар, была еще и цветная пластиковая S-ка, которую в Apple сделали как будто по приколу и быстренько забыли. 6 и 6 Plus Спустя всего два года после увеличения дисплея в iPhone 5 Apple поняла, что люди хотят большой iPhone и разделила линейку на две части, добавив большую модель с плюсом. Фото, видео, другой контент. Люди хотят лопаты – получайте лопаты. Но и компактная и удобная модель осталась, поэтому встречайте iPhone 6 с экраном 4.7 и лопату 6 Plus с 5.5. Смартфон со спорным дизайном, хотя зашел только так, но, как показала практика, дизайн стал самым долгоиграющим в истории iPhone. Бомбежки было немало в связи с торчащей камерой и полосками антенн. Ну что поделать, это фича. А если серьезно, даже сегодня шестерка со своим обтекаемым корпусом в руках очень приятно. Антенны полечили уже в семерке, а камера, выпирающая, все равно компенсируется чехлами у большинства людей. Крутым решением стало 2.5D стекло. Выглядит спереди телефон, но очень круто даже сейчас, в эпоху безрамочности и эш-дисплеев. По железу особых изменений нет, 5s в большем корпусе. В 2013 году инновации технические, а тут дизайнерские, хоть и спорные. Тем не менее, повлияли на многих производителей, кто теперь только не делает слегка загнутое 2.5D стекло, а Samsung прекрасно развил эту идею в своих уникальных эдж-экранах. Розовый цвет, последняя на данный момент и самая прокачанная эска. S6 и S6 Plus получились очень хорошими смартфонами и интересными по сей день, ведь оснащены топовым железом даже по сегодняшним меркам. Аппаратные характеристики S6 и S6 Plus опередили свое время, и по большому счету по производительности они лишь незначительно уступают iPhone 7 и 8. Кроме того, появилась новая технология 3D Touch, которая, хотя и не всем зашла, но оказалась весьма удобной. А настоящих аналогов у конкурентов все еще нет. Что еще тут? Алюминий 7000 серии, что бы ни гнули. Мобилка и правда получилась крепкой, съемка в 4К немного запоздала. Приятным бонусом еще является скрытая легкая водозащита, официально не IP67, но попадание под дождь или легкое ополаскивание переживет. Долгожданные 2 гигабайта ОЗУ завезли, быстрый Touch ID и приятный вибромоторчик Taptic Engine, у которого тоже нет альтернативы. Post Scriptum – S-Means Sensitive 7 и 7 Plus вышли впечатляющими. Бомбически крутой отполированный Jet Black. Убраны полоски антенн IP67, двойная камера с телевиком в плюсе и чуть позже режим портрет. Увеличенная светосила, самый точный экран по цветопередаче. Кнопка Home сенсорная с огромным Taptic Engine. Опять приличный буст по процессору и впервые 4 ядра по схеме Big Little. Стереозвук. Маленькая модель получила оптический стабилизатор и пропал миниджек. Пинок, чтобы активнее делали качественные беспроводные наушники. Бомбит у многих по сей день, но Apple это не впервые, так было уже много раз. Плюс представили беспроводные наушники AirPods. В общем, максимально красивая и допиленная шестерка – айфон, который еще долго будет востребован. Этот год ждали многие поклонники компании и долго спорили, будет ли новый iPhone 7s или все-таки восьмерка. Или его и вовсе назовут 10 в честь юбилея. Получилось всего по чуть-чуть, Apple показала юбилейную модель и фон X, который 10 настолько amazing, что будет доступен далеко не каждому, и не только из-за высокой цены. Для тех, кто не оценит, представили еще 8 и 8+, которые почему-то получили цифру 8, а не привычный индекс CESC, который им подходит гораздо больше. На фоне 10 восьмерки не произвели никакого фурора, да и продаются очень так себе, но несмотря на это восьмерки получили неплохой такой апгрейд камеры – запись 4К, 60 fps, 1080p, 240 fps. Мало какой фотоаппарат может так снимать, слегка обновленный дизайн, а также новый мощный чип A11 с неким дополнительным ядром, использующим нейросети и впервые видеоядро собственной разработки. Face ID, монобровь, отсутствие кнопки, экран на всю панель, новый портретный режим на обеих камерах, кнопка Home была визитной карточкой айфонов, теперь эта роль досталась в моноброви. Как бы смешно это не звучало. Кому-то нравится данное решение, кому-то нет. Пока непонятно, как это все будет восприниматься в живых телефонах, а не на слайдах. Лично я одобряю, учитывая, сколько всего они туда засунули, а именно Face ID с кучей различных датчиков. Уверена, что спрос на десятку будет ажиотажным, и заполучить его сможет далеко не каждый желающий, лишь бы iOS 11.1 к тому времени до конца допилили. Может показаться, что Apple уже не торт и в роли догоняющих, но напомню, что они получают подавляющее большинство прибыли на рынке смартфонов, и ситуация вряд ли изменится в ближайшем будущем. Сейчас выбор смартфонов больше, чем когда-либо. Посмотрим, не подкачает ли десятка, и какими будут рождественские продажи. Наш же канал все еще торт, поэтому не забывайте ставить лайки, нажимать на колокольчик, чтобы получать уведомления и смотреть новые видео, которые не только про айфоны, но и другие интересные гаджеты. А еще подпишитесь уже на мой инстаграм, но честное слово, я его красивым веду. Всем пока, котаны! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok